В одном посте я писал, полиция штрафует не тех, кто нарушил закон, а тех, кого можно штрафовать. На днях мы увидели этому очередное подтверждение. Мэр Риги Мартин Штакес и министр иностранных дел Латвии Эдгар Инкевич, не затрудняя себя лишней бумажной волокетой, поменяли флаг Белоруссии на символику белорусской оппозиции в декорациях, посвященных проходящему в Риге чемпионату мира по хоккею. Я не собираюсь даваться споры, прав ли батька, задержав сомнительным образом редактора Некста и его подругу. Однако, нравится это кому-то или нет, в данный момент времени красно-зеленое полотнище с вертикально узорчатой полосой на белом фоне является государственным флагом Республики Беларусь. Страны участница чемпионата, который не дисквалифицировал ни один международный спортивный комитет. На этом история не закончилась. Спустя несколько дней простой латвиец Сергей Мулеванов отправился к тем же флагштокам, чтобы вернуть на законное место ранее официально согласованный в соответствующих инстанциях символ соседней страны. Тем более, как можно было сделать вывод из выходки мэра и министра, такие замены допустимы. Но не тут-то было. Что позволено Юпитеру, не позволено БКУ. Спустя несколько секунд появились бдительные стражи порядка и выписали наглецу Бриденэмс. Оказывается, просто так флаги снимать и вешать нельзя. В связи с этим у меня три вопроса к нашей полиции. Господа, где вы были, когда два статусных хулигана самовольно меняли оформление города? Какое наказание за совершенное понесли Мартин Штакес и Эдгар Инкевич? В какой срок им было предложено устранить нарушение и компенсировать нанесенный ущерб? Субтитры подогнал «Симон»